Христос посреди нас, мои родные, любимые христолюбцы, все, братцы и сестры во Христе, всем желаю радоваться и веселиться в Господе, всем желаю возрастать и умножаться в познании Господа и Бога нашего, Иисуса Христа, имя которым одно, любовь, которую Он явил всеми Своими благодеяниями, но для нас на земле пиком этого явления было Его добровольное отдание своей жизни для распятия на кресте. Ну а грешники в аду познали даже там Его любовь, ибо сошел даже туда для проповеди покаяния. Давайте помолимся, и я хочу кое-что поговорить. Господь мой, Бог наш, Иисус Христос, сущий и неизменный в Слове Своем Бог, и в воле Своей, которая всегда неизменна и блага, чтобы все мы люди были счастливы. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, спасибо Тебе за все, за всю любовь Твою, за все, что у нас есть, за все, что подаешь нам, всегда все потребное для пищи, веселья и благочестия. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, спасибо за все. Благослови эту трансляцию, устах говорящего, уши всех слушающих и блаженные руки всех печатающих. И да прославишься Ты, Господь мой и Бог наш, пришедший в плоти и благотворящий, благотворящий всем, добрым и злым, всем на свете, даже до креста, чем и явила нам Свою любовь, имя Свою, сущность Свою, которая всегда неизменна. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. И да откроется помышление многих сердец, и узрит всякая плоть, слава и величие, а главное — божество Твое, воскресение Твое. И будут на Тебе уповать все народы, и все мы христиане ежедневно. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Христос — любовь посреди нас, братья и сестры. И я вам быстренько напомню, по примеру апостолов, заповедь Господа нашего Иисуса Христа, она простая. Все Евангелие, все учения, и все то семечко, которое мы принимаем в крещении, о котором мы сейчас и поговорим, о котором мы начинаемся, есть очень простая формула. Иисус Христос — это Бог по плоти, и по сущности, и по духу есть любовь. Все. Бог есть любовь — это формула. Но она слишком короткая для христиан, поэтому Иисус Христос — это Бог, который есть любовь. Поэтому Бог по плоти есть Иисус Христос. Если мы вот так рассмотрим и на пик поставим на рогатку Бог, да, наверх, то Бог по плоти есть Иисус Христос, а по духу есть любовь. Все. Это все учение. Ну и все, что... И что мы знаем из Откровения, конечно же, что мы люди, Его образ и подобие, а, соответственно, путь нашей жизни, этот образ не потерять и уподобиться Ему в любви. Бог не верит ни во что. Ему неверима уподобляемся. Упование, конечно, необходимо нам. Бог даже ни на кого не уповает, Он абсолютная любовь. Но нам необходима вначале вера в Него по плоти и жизнь в Него по духу. А любить, конечно, невозможно без упования. Ибо Бог-то ни у кого ничего не берет, а мы все берем у Него, прежде чем раздать. Поэтому, уповая на Него, то есть мы отвергаемся себя, потому что понимаем, что не мы надуваемся, что мы все в этом мире делаем. Это первый образ смирения, так скажем. И все творим поэтому Его дарами, дела любви, которые мы творим, для Его славы. И когда мы все творим во славу Его, то исполняемся последнего, так скажем, ступени смирения, это кротости. То есть это когда мы не расстраиваемся, когда нас поносит и не возносимся, когда нас превозносит, наоборот, да, на щит. Живем в кротости и смирении, и в любви. Так что очень простая формула и суть жизни, суть христианства, суть Евангелия. Иисус Христос или, наоборот, Бог есть Иисус Христос по плоти и любовь по духу. Можно поменять словами, чтобы проще было. А человек, тире, образ Его и подобие. Все. Значит, у меня, так как я образ Его, значит, у меня есть все необходимое, чтобы стать Богом. А подобие, говорит, о том, что уподобиться я им должен в чем? В любви. Ибо Он есть любовь. А то, что я Его образ и подобие, Христос по плоти явился, и все это нам показало, что это ни шутки, ни образы при сотворении мирозданий человека, Господь в книге Бытия открыл. А что это сущая правда? Потому что, ходя по земле своими святыми ногами, в абсолютной человеческой плоти, даже люди соблазнялись, думая, что, ну, какой Он Бог? Обычный человек. Ну, Сын Божий. Сын человеческий, да? Ну, Сын Божий – это максимум, что можно им сказать. Оказалось, нет. Ролик хочу записать, посвятить его рождению свыше или крещению Духом Святым. Я уже записывал ролик вот по духовному росту. Даже по юношескому максималисту, да? А по-хорошему, получается, вот этот ролик посерединочке еще получится. Просто вокруг меня Господь стал так устроять, что вокруг меня люди стали рождаться свыше, чему я очень рад и очень счастлив. Это просто бесподобная радость, как Ан Богослов говорил, что нет ничего лучше, помните, как он писал о втором, в третьем послании, чем видеть, как дети мои стать в истине. Вот так и для меня нет ничего, наверное, лучше и радостнее, чем видеть, что люди счастливы. И рожденные свыше люди – это счастливые люди, которые сами мне потом об этом свидетельствуют. И говорят, какое счастье – жить в свободе во Христе, дарованные нам Христом. Помните, как в Галатах Павел пишет? «Итак, стойте в свободе». Мы не придаем значения словам. Я уже, помните, писал ролик о неблагодарности Богу за то время, в котором мы живем, что у нас есть не только даже Дух Святой, вернутый нам, так скажем, в крещение, древо жизни, это семечко, но еще и Писание, Новый Завет, Евангелие, апостольские жизни, послания в виде книги деяний и их писем. И мы, конечно, неблагодарны. Как Павел-то пишет? «Итак, стойте в свободе, дарованный вам Иисусом Христом». Мы свободу во Христе не ценим вообще. Мы даже за дар это не считаем. Мы считаем, что люди нас поработили, и мы должны быть еще, хотя, во-первых, сами смурны и несчастливы, понимаем почему, и даже не понимаем, что мы дар Божий отвергли. Христиане – это свободные люди. Они не порабощают ни друг друга, ни сами не делаются рабами человеком, о чем Павел и пишет. Ну, правда, эту фразу, формулу, он употребляет в Каринфинам. А вот в Галатах он пишет, заканчивая, и пятая глава так и начинается, когда он с этим законом все это пишет. И уже такая глава, как вывод апогейный. «Стойте в свободе, дарованный нам Иисусом Христом, и не делайтесь снова рабами». Ладно, людей-то, вещественных начал мира. Вещественных этих. Ну, что это такое? Мы уже готовы перед кирпичом пойти упасть, когда нам его кто-нибудь елеем помазал и сказал, что этот камень святой. Ну, что это такое? Тут даже, да, до рабов еще надо человека дорасти до Каринфина. Ну, кто помнит, я давал цепочку. Я считаю, что это правильная структура чтения Писания, после книги Деяний, ну, после Евангелия, конечно, человек обязательно должен прочесть книгу Деяний. После Деяния, да и то не после, а только после 15 главы, когда произошел Иерусалимский собор, вот надо и прочитать к евреям послание Иакова, к римлянам послание Петра и к галатам, ну, и послание Иуды. И вы увидите эту борьбу с законом. Все, а потом уже к Каринфинам, это уже к церкви святых, вот к таким действительно свободным людям во Христе. А кто еще раб человеческий, тому и читать-то нечего. Там ты оттуда только зло для себя. Ты, да, вынесешь. Стихами мы друг другу уши рубим. Вообще, ну, ура. Вот, ну, ладно, дело не об этом. Я хотел о чем записать-то? Вот я уже не хотел, во-первых, о себе рассказать еще. Я об этом не рассказывал, о своих свидетельствах. И расскажу вкратце. Мое зачатие, потому что крещение, надо запомнить, крещение – это зачатие. Причем не то плотское, которое вы омыли. Это повезло людям, которые услышали Слово Божие, им нормально благовествовали, действительно. И они действительно захотелись хотя бы креститься Иоанном крещением в воде, хоть с каким-то осознанием своей греховности, да. Если такие люди есть, это просто, ну, там, счастливые, не счастливые. Ну, у них так было, и слава Христу, да. Вот. Я молчу вообще про все эти младенческие крещения там в воде. И то же самое, как у меня было. Я водное крещение принял в 16 лет, богохульное, я всем говорил, по просьбе мамы, просто принял, да и все. И никто, никакой священник не попытался мне ни рассказать о Христе, ни о Новом Завете, ничего. Мама поехала все это оплатила заранее, я с работы на час опросился, приехал, и все, зашел уже туда, где там все это делали, и все, постояли, помычали, и разбежались. Все, это было крещение. Поэтому я это не считаю, вот живым, хотя всем как раз рассказываю, что вы увидели пример живой. А по-настоящему я слышу Слово Божье, это мое, у меня все, конечно, совпало, почему я сейчас расскажу, это мое день рождения. Я сидел там, я рассказывал на курсах о народной медицине, первое, какое первое, второе занятие, по-моему, было, это был как раз день моего рождения, по плоти, по плоти, настоящий мой день рождения. И я даже не услышал Слово Божье, и этот так называемый, он сейчас погиб, он умер, этот преподавателем было 42 года от инфаркта. У него был сзади маленький иконостасик, насколько он верующий, во что было, вообще непонятно, но он зачем-то нам стал рассказывать о храме. О храме, о его структуре, где там, что расположено, алтарь, храмовая часть, там, приход, где там, панихиды стоят, служат, а меня касался Бог. Что в тот день произошло, я не знаю. Что он мне говорил, это не было, Господь же мне не себе благоствовал, был свет какой-то опять яркий, ты-то рассказывал, но тогда это солнце, не было какого-то света, так скажем, неземного, как кто знает, я там рассказывал, здесь мне потом было одно переживание уже через несколько лет еще в храме, вот здесь в селе Пузьево, да, нет, тогда просто это было, наверное, обычное солнце, была зима, день рождения у меня 3 января, вот, ну, был очень солнечный день, возможно, да, мы были в полуподвальном помещении, ну, окошки наверху такие, знаете, бывают, когда, то есть там был дневной свет, и просто было, может быть, ярко, и, конечно, было что-то, была теплота, тоже мне стало так хорошо на душе, и вот он рассказывает, а писать я даже, я не мог людям вокруг, вот, представьте, я сижу, а со мной что-то происходит, ну, меня касался Бог, я это, я теперь, ну, теперь уже давно понял, просто об этом я тоже рассказываю, вот, я сейчас дальше буду, это я некоторые вещи не рассказывал, это я рассказывал, вот, и меня тогда касался Бог, да, и я вышел после этого занятия, там я сидел Бога переживал, реально где-то это длилось достаточно долго, он вроде бы не говорил, но мне о Христе ничего, я сколько всю жизнь противился, там, религиям, всем этим, с кем общался, да, и вот Бог меня касается, да, я выхожу, и я покупаю Библию в этот день, впервые в жизни, такую толстую, за 500 рублей, все как положено, и я еду, я жил гражданским браком, или как это называется, сожительствовал, уже несколько лет, в пригороде, в частном доме мы жили, и я еще еду к родителям, ну, жили-то мы вместе, вот я говорю, за городом, а я еду к родителям, я много лет уже не жил, больше 10 лет тоже, ну, вот, я с момента, вот, я крестился, я уже ушел из дома в 16 лет, ну, не в смысле по-плохому, а в смысле, просто я рано стал самостоятельным, я пошел учиться в институт, стал работать, я же стал жить своей жизнью, вот, домой я по сути иногда приходил ночевать, иногда нет, где меня только не носило, вот, я уже жил, и вот я как раз в эти 16 лет, то и вот это и было водное крещение, так называемое, и вот, вот столько лет прошло, как раз, да, и вот это событие, мне 27, да, и я, или 28, я, если честно, даже уже не считаю, мне это все не особо важно, я хочу поделиться опытом, как раз показать, что вся эта плоть не особо важна, все эти вещи, ну, да, кажется, мне говорят, ну, вот, надо же, чтобы что-то было плотское, материальное, ну, я вам сейчас поделюсь своим опытом, может, кого-то это утвердит, я еду заодно еще к родителям, думаю, заеду, говорю, тем более, день рождения там все, я нахожу этот крестик, думал, что не найду, которые вот меня крестили тогда вот в 16 лет, то есть прошло больше десятка лет, за десяток лет, я нашел даже этот крестик, хотя думал, там и ремонт уже был в доме, нашелся этот крестик в каком-то ящике, никто его, видимо, не выкинул, такой маленький, ну, знаете, самый дешевый, обычно, видимо, при крещении тогда мы купили, вот, я его никогда не носил, ну, и вот с этого дня моя жизнь изменилась, и вот началось, это было мое зачатие, настоящее зачатие, именно это я переживал, вы знаете, ну, действительно, как зачатие ребенка у мужчины и женщины, ну, я не беру какие-то случаи ужасные, а по-хорошему зачатие должно происходить, сами понимаете, все взрослые люди, это событие радостное, и сам процесс, да, доставляющий, вот это что-то со мной было, наверное, тогда в этом, в этой учебном классе, в котором мы сидели тогда, так назовем, я ходил, говорю, на эти курсы, пошел на курсы народной медицины, но они, правда, вот сразу закончились, он умер, и он умер, это было одно занятие, и уже следующего занятия не было, этот преподаватель умер, то есть было всего одно, это было, по-моему, второе занятие, или даже первое, и он погиб, вот, и в тот день меня вот коснулся Бог, причем не от слова даже Божьего, понимаете, письменного, а от Логоса, от Логоса, от настоящего семени Божьего, меня коснулся Бог, причем я не могу сказать, что я слышал слово, пойди купи Библию, которую я, в принципе, да, презирал, так скажем, как все эти культы, религии, думал, да, я никогда не слышал нормальной проповеди о Христе, там, или еще что-то, одно мракобесие какое-то, ходил, так с кем-то столкнешься, там, вот, и меня коснулся, конечно Бог, почему я говорю, все, он меня прям вел, да, он меня взял в тот день за руку, я вот тогда зачался, и год у меня была настоящая беременность, брожение, или как семечко в земле разлагается, это тот образ Христа, когда Дух Святой ведет человека в пустыню для искушения, и каждый проходит это, и вот год я начал, все, во-первых, я, конечно же, прочел там Евангелие, я об этом уже рассказывал, Библию целиком стал поглощать, изучать, хотя она тяжело давалась очень, и не далась, в принципе, я стал сразу Коран прочитал, я стал всякие сутры читать, все подряд, я стал в Анге, под Ванге, хотя я раньше кое-чем увлекался, так немножко совсем, ну, в смысле, все это читал, и сутры я читал, что-то там, вот, ну, я решил, хотя все, Евангелие меня поразило, оно меня уязвило, но, я сразу понял, я не могу просто так взять, и вот, хотя я не умом поверовал, а всем душой, всем телом, всем плотием, всем человеческим существом с вами, начиная там от ума, от всего, мне многие говорят, это через ум пришло, я говорю, нет, через сердце, нет, всем существом, но я человек разумный, да, у меня есть помимо ума, который избирает в сердце добро и зло, у меня есть разум, да, который потребляет информацию, анализирует, я стал просто потреблять эту информацию всю, я стал все изучать, я же не буду просто так каким-то христианином непонятным, вот, каким-то, я стал все исследовать, я сразу отбросил Коран, я говорил, это какая-то книга, ну, я говорю, сейчас я ей даю определение, тогда, может быть, дал, это просто псалтырь, обычная псалтырь, в ней нет ничего вообще особенного, книга ни о чем, не имеющая ни начала, ни конца, да, меня поразила Библия, я много раз говорил всем, эта книга начала и конца, это было для меня всегда просто убийственно, вот именно вот эта логика, что есть, вначале сотворил Бог небо и землю, есть апокалипсис, книга откровения, так называемая, да, меня это тогда очень убедило, так скажем, да, я говорю, тот же Коран, просто ни о чем, сутры составлены от маленькой до самой большой, просто по размерам, первая там самая чуть ли не в стих, в одно предложение, по-моему, и вот от маленькой до большой, о чем там речь вообще, просто набор, вот псалтырь, кто читал псалтырь, кто читал Коран, знает, мне кажется, что это прямо одного духа, ну, духа не в смысле духа Божьего, а духа, вот характера вот этого действительно, просто нравственная такая, ну да, и тоже там, и убей вроде бы врага за меня, Господи, и все, вот там есть и дух, конечно же, похожий, вот, ну, и тем более, ведь, это, конечно, писал не Мухаммед, и она не с неба, этот Коран свалился, и фундамент у нее в любом случае, кто знает писание Ветхого Завета, поэтому там много похожих вещей, но я это сразу отбросил, меня все это вообще, меня, когда я, конечно же, прочитал Новый Завет, я просто влюбился во Христа, даже по плоти, по плоти, меня поразил он, меня поразил, я думаю, вот бы такого друга, вот бы такого брата, да, вот, я говорю, вот это был человек, вот это праведник, он меня просто покорил, правда, вот, у мужчин тоже бывают кумиры, я надеюсь, вы понимаете, вот, как у мальчиков в детстве, спортсмены, то есть, вот меня Христос, тогда у меня уже интересовали, в 20, пожив свою жизнь молодую, у меня уже, конечно, кумиров не было, ни спортсменов, ни музыкантов, и вот Христос меня поразил, поразил своей любовью, своей праведностью, я просто покорился тогда, действительно, был уязвлен, стрелой, что я там понимал, я говорю, у меня ни верующие, ни родители, ни окружение, никто не был, мне никто не наставлял, меня просто вел Бог, и что я там понял, про его жертву, что это действительно Бог, и что его имя, любовь, и то, что я сейчас говорю, это понимал, нет, но он меня поразил, он мне действительно, почему я говорю, действительно, кто видит в Евангелии сейчас, в церковь входит тот, и начинается, кто исповедует Иисуса Христа, Божьим Сыном, как Сын Божий, человек вот этот, праведник, да, все, человек этот входит в церковь, тот, кто в него просто влюбляется, Действительно, что это вот, как пацаны говорят, красава. Вот это действительно, действительно, Сын Божий, действительно праведник. Помните, даже этот сотник-то сказал на горе Фавора, действительно, он был Сын Божий. То есть праведник, действительно, любимец Бога. Я тогда это признал, я это понимаю. Тогда тоже у меня было одно переживание, сейчас на них на всех я останавливаться не хочу. Я хочу только на зачатии и на рождении свыше. Вот было зачатие, год я бродил. Я еще жил дальше со своей девушкой, у нее был ребенок от другого брака, то есть будущего у нас не было понятно. Год я ее просил прочитать Евангелие, этого не случилось. Проходит ровно год. Ну, время пришло рожать, воды отходят, пузо вот такое. Опять мой день рождения. Ровно год прошел. Ночью у меня видение. Я всем говорил, что оно было, но никому не рассказывал. Ну, сейчас попытаюсь рассказать. Я точно его уже, конечно, не помню. Я его не стал ни записывать, ни знаете, как запоминать. Если ты запомнил его сразу, ну, пробежался бы раз у тебя оно в уме. Я думаю, что потом бы на всю жизнь остался. И поэтому, а уже через день оно прямо резко, знаете, подтираются какие-то моменты. Ты их уже вспомнить не можешь. А по свежаку, это не сон. Это было видение. Или как назвать, тяжело. Мы всегда называем какие-то вещи. А ведь понимать друг друга мы можем только вот. Ты яблоко ел, и я яблоко ел. Когда я говорю, я яблоко ел, ты понимаешь, о чем я. Откуда я знаю, кто что вкладывает в эти слова видение, восхищение там Павел. Мы не можем понять сон, сон от Бога, вот этот вещий. Помните, даже Петр шел, когда его ангел выводил из темницы. Он думал, что это ему кажется. Оказалось, правда. Потому что, в принципе, не раз у него... Помните, у него было иступление у Петра. И когда Корниля Сотника ждал он вслух, когда он на втором этаже молился, когда ему это полотно было спущено, когда ему было сказано, что теперь язычники будут тоже все, войдут в ограду Божью. Ну, я называю, мне кажется, это было видение. Я не знаю, что кто под этим подразумевает, я так называю. Ну, чтобы как-то сделать отличие от обычного сна, пусть даже какого-то... Во-первых, конечно, было чувство полной реальности. Я бы сказал, почему я говорю, это было видение, не знаю, в теле или не в теле. Восхищения никуда не было, я рай не видел, а видение было. Видение было настолько реальным, что это жизнь просто была твоя. Как будто в параллельном измерении, наверное, больше тогда подошло. Проснулся я, конечно, в ужасе. Я расскажу, что было, никогда об этом не рассказывал. Почему это символичность рождения? Ну, во-первых, я все говорил, этот образ Иисуса Христа в пустыне, это никакой не пост. Это вот образ рождения свыше, потому что даже там слова у Луки, кто читает, знает прекрасно, он вышел оттуда в силе духа. Рождается ребенок в силе духа, является на свет. Он вышел и явился миру. Растение выходит из земли, дом выше земли, фундамент поднимается, и мы его начинаем видеть, да? То есть образ скрытой земли, это образ этого брожения. Вот. А образ все, что над землей, вот семечки, дом или человек в мир, ребеночек появился, вот он видимый, видимый. Вот. И вы помните, что Господь сказал перед этим выходом. «Господу Богу к твоему поклоняйся и Ему одному служи». И вы помните духовно этот момент, чтобы понять, мы читаем параллельное место из Евангелия Теана, когда он самарянке сказал, «Будьте поклоняться Отцу в духе смирения и кротости и истине». А истина есть Бог, Бог есть любовь, то есть делами любви. То есть отвернувшись себя, то же самое, что он говорит в других местах, неся крест, то есть творя дела любви. То есть отвернувшись себя в смирении, творя дела любви, следуй за мной, уповай на Бога. А это то же самое, что всю славу ему воздавать. Все, это одни и те же места. Поэтому это лишь вот этот образ и символ пребывания Господа в пустыне. Вот. И это то же самое, что мы видим иоанново крещение, сейчас сразу скажу. И мы видим, все Евангелие прошло. И ученики их или христиане, так называемые, крещаются Духом Святым. Помните, Иоанн Креститель сказал, что я крещу в воде, а он будет крестить Духом Святым. И он крестит только, мы же не видим в Евангелии, как крестятся ученики. Мы видим в чем? В книге Деяний. Во втором томе книги Луки, двухтомника Луки. Книга Деяний, и там мы видим уже крещение Духом ученику. В Евангелии мы не видим крещение христиан, последователей Христа, детей Божьих. Мы не видим этого. Это вот получается все Евангелие. То есть человек, когда его до конца дочитает, принимает Христа. Я говорю, пусть не Богом, пусть не абсолютной любовью еще, но Сыном Божьим, Спасителем мира. Иисус Христос по-гречески или по-еврейски, как угодно. Читайте, Мешаах, Эшуа Мешаах, или Иисус Христос по-гречески, по-еврейски Эшуа Мешаах. То есть это Спаситель помазанный, помазанный Спаситель, ну и Сын Божий мы. Поэтому Петр говорит, ты Иисус Христос, то есть ты помазанный Спаситель, Сын Божий. И он говорит, да, на этом основании, на этом убеждении, на этом исповедании я и обосную церковь мою, собрание. Будет собираться на этом вероучении, так скажем. Вот они образы этого крещения. И вот у меня снится этот сон. Я все не помню, но помню, сейчас вам расскажу. Это речка течет какая-то такая достаточно широкая, ну и не особо широкая, метров, может быть, 10 в ширину. Ну и не речушка, да, а вот речка, может не Волга, но вот какая-нибудь речка, метров 10, допустим, да. По ней плывет младенец, младенец, только что родившийся в пеленах, вот маленький-маленький. И вокруг него, или я не помню, сразу они появляются, или потом две такие кобры, или гадюки, или питоны, и вот они его начинают вот так. И вот я на берегу, там течение плывет, и я вот горбом их, как-то там, ну палка с горбом или как-то, я давай этих змею как-то, знаете, ну чтобы этому младенцу выспить, вообще его спасти. И я изматываюсь, конечно, я помню, что был кто-то еще, ну какие-то зеваки, может, там были, знаете, и кто-то еще. Ну мужчина какой-то, я точно помню, не женщина, да. Он начинает тоже, потому что я все, я уже, по-моему, никак, или я боялся, я вот не помню. И вот этот мужчина стал, вот это я немножко уже сейчас забываю тоже, и он стал этим багром, как-то все. И я уже, я уже не могу, не столько, знаете, как вот помните в мультике, дед репку тянет, бабка за дедку. Я за ним, я помню, я его так обнял, по-моему, как на мотоцикле, я знаю, чтобы он как бы не упал, может быть. И вот мы как будто он, и я там вот держу, Илья потом тоже, ну по-моему, я вот уже потом, я устал, когда я просто все, что мог делать, за него сзади взяться, держать его, а он как бы их калашматил там, да. Ну багор далекий, они где-то посередине речки, как бы вот так. Вот он их калашматит, этот младенец там, и вот эти две кобры. И как-то мы их все-таки отбиваем, младенца подтаскиваем, и все, и мы вот так назад падаем, и все. Я вот в ужасе в этом просыпаюсь. То есть мы спасли вот этого младенца. Ну спас он, я помню, чувство было, что он спас, вот он мне, то есть, вот так вот было. Я потом долго катал, кто и этот, может, какой-нибудь, знаете, который мой прадедушка меня вымаливал там, да. Ну что это такое, я ничего не исключаю, я потом всегда, я вот первый раз об этом рассказываю за столько лет. Бог, я говорю, когда-нибудь не откроет, хотя уже нужно ли мне, но, конечно, символично младенец тут гадать, как говорится, к гадалке не ходить, да, вот оно спасение, почему змея образ сатаны тоже подходит, да, все знают прекрасно. Почему там, по-моему, две было змеи, я убежден, не одна была. И сейчас я могу сам себя, знаете, как сомневать уже, хотя легко говорить лучше, как ты сразу говоришь, значит, это как-то более правильно, потом начинаешь сомневаться. Я помню, что было две, я говорю, вот так вся ситуация. Ну и все, я просыпаюсь в ужасе, конечно, я в поте вот от этого, все. Я говорю, это такая реальность, это не просто сон, хотя многие сны, кошмар, знаете, бывают такие достаточно реальными, но нет, я прекрасно понимаю, что это было, я говорю, какое-то видение, когда-то как будто в другом мире, вот, все это по плоти я сильно пережил, у меня не было ощущения, что я вообще спал. И как ты просыпаешься, а я не спал, я где-то был в другом месте. Ну люди же выходят из тела, говорю, почему, я ничего не исключаю. Вот, и все, я, мой день рождения, через год получается ровно, я живу тоже с этой своей девчонкой, ну, ровесница она мне. День я весь такой смурной, ну, в общем, день проходит ужасно, я провоцирую скандал, ну, уже днем порчу всем настроение. Она там уходит, днем уезжает там по своим делам. Я провоцирую скандал ночью уже, и все, я беру свою, ну, я все оставляю, все, что было, жилье, машины, вещи, все, все, что было у меня нажито за всю мою жизнь. И я ухожу там, ну, с одним ноутбуком, что там, с небольшой сумкой, все, я все оставляю, я ухожу. С этого дня я больше никогда уже, вот, с той ночи, в ту ночь я не остался, я, говорю, провоцировал скандал, и утром я всю ночь я шумел там, громил все, ну, не физически, а громил словесно. Вот, все, я уехал, и с этого дня я больше никогда не прикасался к женщине, как к женщине, вот. Вот, и я поменял свою жизнь, абсолютно. Во-первых, я полностью пошел за Христом, вот как вышел, и все, Господу Богу, Христос стал моим Богом, а любовь стала моим смыслом жизни. Все. Дальше я рассказывать не буду, я там кое-что, кто знает мои свидетельства. Ну, я этот ролик добавлю еще и в плейлист «Житие», там можете посмотреть, я их так вот добавляю туда. Да, суперсистемно я не рассказывал себя вот так кусочками все время, потому что сейчас этот ролик я все-таки хотел посвятить вот теме вот этого зачатия и рождения, поэтому на этом мы остановимся, да. Вот, вот так было мое рождение. Я это точно знаю, да, ведь, то есть, ну, тут к гадалке не ходить, потому что такие крутые изменения, такие события внешние. Я говорю, что там с зачатием с этим, что с рождением, да, это было, конечно, бесподобно, с событиями, видите, даже день рождения по плоти у меня, Бог так мне положил, что мне тут нечего сомневаться, да. Вот. И что я хочу теперь сказать? Я просто сейчас наблюдаю, вот вокруг меня там люди рождаются свыше, да, но при этом все равно, знаете, немножко, тут я даже никого не обидеть, ничего не хочу, что вот по плоти мудрствует или еще отлепиться не мог. Да нет, да я согласен, что надо что-то, какие-то внешние как-то события, да. И вот я хотел, просто вы знаете, я некоторых знаю уже по третьему разу креститься в воде. То есть, когда-то там покрестили, а может, и не по третьему, по четвертому, потому что, может, когда-то в младенчестве, потом он вот так где-то там в церкви в какой-нибудь перекрестился, потому что не помню, крестила ли бабушка в младенчестве или нет. Потом он у какого-то проповедника услышал, да, о том, что надо вот сознательно, или в какой-нибудь конфессии, где проповедуется сознательное крещение, или где не проповедуется, но какой-нибудь отдельный проповедник проповедует. Люди там крестились, а сейчас, когда узнали, что надо вообще крестить во свободе, во Христе, когда люди поняли, что надо вообще жить без всего, да, вот здесь, как и были первые крестьяне, они не крестились ни в одну из конфессий, ничего, да. Люди должны родиться свыше. А свыше рождается тот, кто выходит из пустыни всех этих брожений. Но это вы помните мой ролик, да, и говорит Господу Бог твоему Иисусу Христу мы теперь, да, знаем. Тогда-то Христос это был голос с неба Отца, а теперь-то мы-то знаем, что Бог есть по плоти Иисус Христос и по духу любовь абсолютно. Поэтому мы уже говорим, кто рождается свыше, он говорит, вот тебе по плоти, когда мы крестимся, или пусть это образ, но мы слышим где-то слово, потом живем, абы как. Бог у нас то Христос, то все-таки Будда, и то мы в этой конфессии то-то, то мы любим чуть-чуть, то побольше, то до конца, не до конца. И вот тот человек, у которого Бог по плоти полностью стал Иисус Христос, абсолютный, всемогущий, неизменяемый, всегда и навеки, который во плоти пришел, во плоти страдал, во плоти умер, во плоти воскрес и во плоти вознесся, тем явив мое, что свое божество являя всеми этими делами, всеми благими делами, пока был на земле, и что он есть любовь, и что всеми этими делами он показывал в воскресенье, любовь свою. Все, этот человек по-настоящему рождается свыше. Смысл жизни этого человека становится упование Иисус Христос, Бог по плоти, веровать как семечко, и жизнь, жизнь в любви ко всем. И в любви не в смысле, что всех обличая, уповая, злословия, осуждая. Нет, это не дела любви, а это покрывая, это благословляя, это благотворяя, это благодетельствую, благожелательство, благомолитва. То есть это совсем не то, что мы сами себе придумываем. Это Евангелие, это дела Евангелия. А дела Евангелия у нас есть пример, это Иисус Христос. У нас не Егова пример. И не прежде бывший даже в книжечке, которую назвали Библией, если там кто-то что-то творил зло, это не знает, что есть там написано. Мы поступаем так же, и для нас это отмаз или пример поступать так же. Нет, для нас пример только Иисус Христос во плоти. И то в Евангелии есть вещи, которые Он, ибо Он, Отец, одно, вот Он в Евангелии совершал вещи, которые Он делал на праве Отца. Поэтому понять, каким образом нам подражать Иисусу Христу по плоти, мы можем только простой Его формулой, которую Он сам нам оставил, сотворите и научите. Поэтому то, что Он сотворил и сказал делать, мы тоже творим, и потом этому учим. Все. При этом мы не подражаем Ему по плоти. Мы не знаем никакая у Него длина волос была, никакого цвета глаза. Поэтому мы себе линзы не вставляем, чтобы быть похожим на Христа. Нет, мы Ему подражаем в плоти, но по духу, творя те же самые дела любви. Даже преломляем хлеб из пяти-пять тысяч, если Бог благословит. Поэтому мы на Него уповаем. Вы помните, Его дарами все делаем, у Него все просим в молитве. Господи, дай. И любые дары, какие Он даст, естественные, сверхъестественные, всеми ими, мы, отвергнувши в себя, служим ближнему. И чтобы никуда не впасть, и чтобы это было правильное дело любви, всю славу, то есть следуем за Ним, всю славу сдадим Его. И этим самым возвращаем плод к ротости. То есть нечего нам возноситься, если мы всю славу Богу дадим. Мы ничего и не примем, когда нас будут там возносить. Мы просто порадуемся, но славу отдадим Богу. Ну, конечно, приятно, когда нас хвалят. Но одно дело, испытывать радость от похвалы, а другое дело, ей превозноситься. Поэтому печально, что многие не хвалят, когда только потому, что вдруг он вознесется. Ну да, давайте друг другу только помой на голову наливать. Почитайте книгу «Деяния», «Послание», как там хвалят все друг друга христиане. Хвалят еще как. Вот что насчет рождения. И поэтому я когда вот вижу все эти крещения, и мне потом спрашивают, ну а как, ну а как. Конечно, хочется это событие отметить. И я вот что хотел рассказать. По-хорошему, да, особенно вот образ, всегда самый лучший образ – это образ человека. И, конечно, когда человек, вот внутренний человек, зачинается от Слова Божьего, не кривого, а от истинного, потом идет брожение у человека. Он еще будет сомневаться, его будет совращать. Вот. И, конечно, человек внутри, да, вроде бы, ну и прекрасно знаете, как мужчина и женщина зачинают ребенка, это тоже семя, это вода мокрая, яйцеклетка, все это с водой. Тоже можно образ, как человек погружается в воду при крещении. Ну, я родов никогда не принимал, не видел, но так слышал, да, что там воды какие-то отходят, сам ребеночек весь, все это мокрое, его моют или что-то там, кровь вытирают. Понятно, что, в принципе, образ, да, ты погрузился в воду, вышел, вот ты тоже родился как бы свыше. Но вы прекрасно знаете, что все мы, когда водным крещением крещались, вот этим от Слова Божьего, мы же вышли из воды, и я вот, я покрестился на тот первый день рождения, я же, когда на второй день рождения родился, пусть даже я бы в первый, тоже было бы у меня связано это еще и с водным крещением, я пошел бы, допустим, я не был 16 лет водным крещением крещен, и пошел бы в тот 27 лет, пошел, покрестился бы, допустим, да, вот когда меня вот я там услышал, купил Библию, крестик этот, ну, крестик бы тогда не был, я просто пошел бы, допустим, покрестился. Но я же вынырнул, я же год не под водой сидел, да, вот. И поэтому, конечно, через год, когда ты родился свыше, можно пойти еще раз креститься. Ну, мы видим, что крещение, и как бы я вынырнул, просто я так вижу, что так происходит. Там я тоже слежу за людьми там, за многими каналами, можно и так, конечно, это тоже хороший образ, но я вам кое-что скажу, а там вы сами решайте. Еще Иоанн Креститель говорил, что я крещу вас в воде покаяния, пока только в покаянии, не в то, когда вы скажете, и показывай только на него, а вы уже, пойдя за ним, когда познаете, кто он, тогда он вас будет крестить Духом Святым. И вы помните, что Дух Святой крестил, когда они были в горнице, да, и молились, и Дух Святой сошел, как бы языки пламени, как бы огненные, да, как там написано. И что бы это ни значило, пусть мы с вами уже этого не видим. Помните, на Корниле сотника так же сходило. То есть в деяниях мы еще видим, Господь специально посылал даже видимые образы, чтобы люди уразумели, что это событие действительно происходит. Потом уже все это ушло, сейчас это, видимо, не происходит, но каждый прекрасно знает, когда он родился, ибо человек рожденный, вот, ребеночку ты будешь говорить, что тебя не существует. Вот он стоит перед тобой, пятилетний ребенок, а ты будешь, у тебя нет. Он скажет, дядя, ты что? Я есть, я вот стою, пусть маленький, но есть, да. Вот, поэтому, кто родился свыше, он, конечно же, это знает. Ему никакие больше сведств не нужны, он родился, он это знает. Вот, ну и по сути, люди рожденные свыше, то есть как, не рожденные они сами в животике у мамы, либо еще вообще их не зачали. А рожденный же видит, что человек родился. Да, он еще не взрослый, да, он еще даже не подросток. Но они скажут, да, вон он, родился человек в мир, помните, как Господь сказал. Вот, и люди вокруг видят, что он родился, пусть он еще несовершенный, ну, конечно, он же не 18-летний дылбе родился. Вот, но люди кругом увидят, я говорю, рожденный свыше никогда не форчмить не будет, за еще даже рожденный неофитство, наоборот, это маленький ребеночек, его надо, и рожденную свыше никогда не запинают, рожденные свыше уже подростки, или юноши, или уже вообще совершеннолетние. Наоборот, будет всячески его укреплять, поддерживать, и не сразу ему сотку километров заставлять бежать, да, чтобы у него ноги переломать, чтобы потихонечку он укреплялся, будет его взращивать, холить и лелеять. Это, кстати, показатель старших братьев, старших сестер, которые будут к рожденному свыше тоже с особой бережностью и любовью относиться, а не наоборот. И поэтому из-за этого образа евангельского, что это все-таки не крещение водой, а крещение Духом Святым, Духом огнем, да, то я бы, если честно, вот мне это, конечно, совсем не нужно. И с того дня, как я родился свыше, я больше не праздновал свое плоское день рождения, я не прикасался к женщинам, не праздновал плоского день рождения своего. Ну, я всегда был с Богом, и на все свои дни рождения всегда был один, ну, с Богом, да. Но сейчас подумайте, что я это, может быть, экзальтировал, что вот. Я даже об этом не думал, если честно. Я вот как бы вам рассказываю, это факт. У меня как-то, они вот проходили все день рождения, я никуда не ездил, специально не к родственникам, чтобы меня там чествовали, все уже, я не с друзьями, я вот как-то, ну, дальше я свою судьбу говорю, не буду рассказывать, я там, кто знает, немножко тоже свидетельствовал. Но обычно именно третьего числа я оставался один, все. И я ничего не экзальтировал, ничего, то есть я помню все эти, конечно, дни, но мне, вот я говорю, по плоти, те, кто меня знает, почему я, меня Бог от чьего матери таким избрал, я такой был, в принципе, я тут в этом даже не рос. Вам надо всех этих вещественных пособий. Вот. Но кому хочется, я вот хочу образ все-таки дать, да. Вы когда родились свыше, я бы не в воде побежал креститься, если честно, а я бы лично, особенно если у вас семьи, вот, и кого я знаю, я одиночек почти не знаю. Ну, знаю, но большая часть все-таки это семейные люди, причем и мужья, и жены есть, и дети, или родители, наоборот. Вот я бы, что на вашем месте сделал, да, хотя я на своем месте, я бы отпраздновал это событие, я бы собрал ужин, приготовил бы, купил бы торт вот такой вот, и поставил бы, и зажег бы везде свечи. Вот что бы сделал я. Это крещение огнем ваше было. Да, это рождение свыше, и оно, это связано с огнем. Вот если вы хотите запомнить это событие, я бы, я бы вот так открыл. Если ты жена, у тебя есть муж, и может быть, у вас даже еще детей нет, или дети уже разъехались. Если даже твой муж неверующий, приготовь романтический ужин вечером, я говорю, и зажгите много свечей. Можно в ресторан сходить, или еще куда-то. Он, может, даже не поймет, о чем речь, и там уже по ситуации, хотите, откройте ему, что вы родились свыше в своем христианстве. Может быть, и для него это будет каким-то шоком. Вы ему расскажете, что это такое. Но вы, конечно, должны сами знать, что рассказать. Я говорю, рожденный тот, кто знает о себе, что Иисус Христос теперь, что Бог, о котором он раньше только не ведал, ничего не знал, даже в будущем христианстве, он все-таки понял, что Бог – это Иисус Христос по плоти, и Бог – видимый, и Бог – невидимый, это любовь. Все, человек признавший, и что я его образ и подобие, а значит, имея его образ, мне теперь надо ему подобиться в любви. Все. Потому что я его образ, у меня сомнения пропали, когда Христос воплотился и сказал, что я такой же, как вы. То есть мы такие же, как он, он нам от начала говорил. Все. Образ-то у меня есть, я теперь знаю, у меня все есть потребное для благочестия, как нам Павел говорил. Мое дело теперь в жизни. Заповедь, завещание Христа на прощальном ужине было одно. Заповедь, завещание, замысел Бога о человеке, подобие, уподобление Богу или образ и подобие в начале данных, это все слова одного порядка. Любите друг друга даже. Это заповедь, это завещание, помните. А завещание действует после того, как умер завещать. Вот Христос ушел, умер и ушел, но он ожил и ушел от нас. Завещание любить друг друга, то есть стать Богоподобным, образ и подобие. То есть он говорит, любите друг друга, уподобьтесь мне. Это завет. Через что? Через дела любви. Дел любви. Во! 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 Много-много-много. А заповедь одна. Уподобиться Богу. Любить друг друга. Это то же самое. Это слова одного порядка. Просто это уподобиться Богу. Если не знать, кто Бог, тогда будешь думать. Но мы-то знаем, что Бог есть любовь, значит, мы должны любить друг друга. Но это заповедь, завет, завещание, приказ, призыв, замысел Бога о тебе, цель твоей жизни, суть христианской жизни, путь христианский. Одно и то же. Слова одного порядка. Их очень много-много-много. А Божьи. Все это смысл один. Уподобиться Богу в любви. Все. Этот человек родился выше. Хотите, расскажите за этот вечер мужу об этом. Нет. Просто запомните этот день. Вот и все. Отпразднуйте его, свое рождение. У вас дети, с детьми отпразднуйте. Скажите, дети, мама ваша родилась. Я говорю, можно было в этот торт свечку вонкнуть, но получается, это уже год. А какой год? Пусть будет торт, а свечки еще не будет ни одной. Но вокруг будут свечки, допустим. Ну, на столе, то есть ужин при свечах. Ну, сейчас-то нет люстр каких-нибудь древних со свечками. Ну, можно где-то по сторонам. Я не знаю, у кого какие-то дома, вы там сами сообразите. Вот. Ну, я говорю, может быть, ты молодой тогда. Можно даже с друзьями или еще с кем-то отпраздновать. Вот я бы рождение свыше, это крещение огнем, крещение Духом Святым. Оно уже с водой не связано. Оно связано с огнем. И вот покреститесь. И не важно, что, допустим, это произошло неделю назад, осознание. Вот вы уже неделю маетесь, как его отпраздновать. Ничего страшного. Мы же когда и в воде, помните, услышали, слава Боже, мы же тоже не тут же бежим и в речку щучкой ныряем. Это тоже происходит. И потом кто там идет в какие конфессии, сообщает об этом, какое-то время проходит. Но день, вы просто потом, сделав это, как вы хотите, день запомните. Хотите. Это же празднование. Но состоялся он тогда. Ну, и что? В этом году вы, допустим, ну, вот я вот крестился духом 3 января, да, в день моего рождения. А отметить мог, не дошло до меня, дошло через 10 дней, что это или Бог открыл, или в Писании я понял, и кто-то мне уже духовный подросток или муж совершенно сказал, да это твое рождение свыше. И 3 февраля я через месяц его отметил. Но в следующий год я уже будет 3 января и поставлю вот такую свечку, куплю толстую, и поставлю в этот, в торт. И буду каждый год тебе свое настоящее духовное рождение праздновать. Не зачатие. Заметьте, зачатие образ такой тоже немножко мутный. Потому что мужчины, женщины, ну, могут вычислить день, да, но обычно тоже никто же не знает. А если это, там, я как с некоторыми общался, говорил, да, ну, кто? Ну, если каждый день. Там тяжело уж прямо до дня посчитать. Вот. Но уж день рождения знает точно каждый. И поэтому люди не празднуют день зачатия своих детей может вообще не родиться, может выкидыш быть. И вы помните притчу Господню. Вот эта семечка, которая украл сатана, это же это же есть. Семечка, кто знает, кто вот я всегда говорил, огородник, она может не выйти. Мы знаем прекрасно, дети могут не родиться. Может быть, выкидыши на недели, на две. Я говорю, я хоть не семейный, но так не с неба свалился, и фильмы смотрел, и с людьми общался, и у меня у друзей такой был. Теряют детей на разных сроках беременности, но уж когда родился, тут сомнений нету. И вот он день, вот свидетельство о рождении. Поэтому, знаете, даже люди порой действительно с трудом вспоминают день своего зачатия, говорят, да кто-то мне когда-то что-то говорил. Он даже не знает, как он толком начал Библию писать, он может не вспомнить этого дня. Говорит, да когда-то тогда что-то начал, да, и вот уже. Но вот рождение свое, это сознательный акт, действительно. И это же образ, что мы рождаемся свыше. А обычно это происходит вот точно в сознательном возрасте. То есть это духовный человек, вот такой вот. Сейчас он только начнет, помните, как Христос любит всех, творит дела любви, уповая на Бога. Его будет все равно подносить, плевать, отвергать, сатаной называть, но он уже будет жить. Уже будет взращиваться духовный человек по-настоящему. Человек познает смысл своей жизни, он еще взращивать. Он когда поймет, что Бог тут, и этот человек и есть его Бог, он его взращивает, он перестанет ходить во все эти здания, он поймет, что вот кого надо взращивать, это же есть Бог. Это он рождается потом, когда это тело снимается, и там явится кто там, вот такой карлик, там пустота вообще. Или там, как это называется, зародыш-то, мембраны, я забыл, ну зародыш, да. Вот смерть, я всем говорю, вот мы снимем одежку. Или там, или там ребеночка вот такой еще глупый, духовный, или там муж совершенно, способный к браку, уже рвется, уже, говорит, дорогой, вернее, невеста Христова. Вот. Поэтому, когда человек понимает, что надо там взрастить, эту невесту Христову, внутри меня, человек начинает просто любить всех, любить делами, уповая на Бога. Человек начинает сам строить свой дом, он понимает, что это смысл жизни, это счастье, это то лего, которое надо внутри собирать, это тот росточек, который надо выращивать. Человек смысл жизни обретает, он понимает, вот для чего, вот я расту, мне, во-первых, ему будет открыто это. Я говорю, я не о всем могу вам тоже рассказать, потому что рассказать есть смысл обо всем только тому, кто это пережил, тогда он поймет. Вот. А некоторые вещи тоже сейчас пока не могу вам сказать. Вот. Все, вот он, он рожден. Ну, я бы на вашем месте, просто у меня сейчас есть вот рожденный, я для них, конечно, пишу, ну, и для будущих, может быть, а кому-то, может быть, что-то уже отголоснется. Вот. Вот так вот. Крещённый, рожденный свыше крещением, огненным крещением, мне кажется, это лучше связать. Вы всё-таки взрослые люди, не надо опять идти искать себе речку какую-то там, бассейн и болото. Вот. Это надо уже пережить с близкими тебе. Когда рождается ребёнок, это, знаете, все собираются. Вот так и вы. Вы соберите вокруг себя. Если люди знают, что вы христианин, там, вашу жизнь, эту вашу, может быть, вот эту беременность с вами пережили вместе, когда вы там рвались и терзали, что-то происходило и, в общем, страдали вместе с вами. Я говорю, то помните, как Господь сказал, что сначала скорбь и печаль, но потом радость, когда родился им. Вот. Только запомните, ребёночек может умереть. Если его погубить, если его не питать любовью, вы помните, уже ролик, вы должны были посмотреть, я должен был уже выложить о теле Христовом. Если у ребёночка кровь, то есть дела любви не будут бегать по его плоти, а он умрёт. Вот. И поэтому, если муж там, вот я говорю, вы отпразднуете это событие с ним, да, со своей семьёй и ваши дети или родители, увидит, что это только была какая-то эйфория, и вы загинаетесь, этот ребёночек чахнет и умирает. Рождённого свыше его дела будут обличать, он начнёт всех любить. Делами любви начнёт. Он перестанет всех унижать, оскорблять, обличать, он будет всё терпеть. Он никогда уже злом на зло не ответит. Никогда. Более того, он скорее всего ответит, если это рождённый свыше, по чуть-чуть, по чуть-чуть, причём, чем больше этот внутренний человечек будет развиваться и укрепляться, он будет отвечать добром на зло. Добрым словом, добрым делом на злое дело, добрым словом на злое слово. Вы увидите это. Добрым делом даже на злое слово. Что ещё сильнее, да? Вроде бы там всего лишь слово, а он… Так мы и будем. Это вот рождённые свыше люди. Упований у них будет всё больше и больше только на Христа. Только на Христа. На Его единого. Ну, в общем, вот так вот, наверное, я, в принципе, всё вам сказал. Поэтому, если вам нужно это плотское событие, да и, может быть, это неплохо, лишний настоящий повод в жизни действительно попировать, потом даже каждый год, может быть, потом праздновать своё духовное рождение. Потом же люди не только празднуют день рождения, как мы видим, традиция в мире и годик, и два, и три празднуйте. Да, пожалуйста. Я говорю, в этот раз так отпразднуйте, чтобы отлегло. Я просто… У меня просто некоторые пишут и вот мучаются этим. Ну, вот хочется что-то пережить по плоти. Ну, вот переживите, отпразднуйте это со свечами, с образом огня. Огня крещения духовного. И всё. А день, ну, если у вас был тот день, когда вы познали, осознали себя рождённый, ну, а в следующий год празднуйте в тот день. А это то, что сейчас попозже случится, и вы разделите свою радость с ближними, это будет здорово. Может быть, на ближних что-то ещё тоже это повлияет. Представляете, какое для них будет свидетельство. Ну, и это, я говорю, смотрите потом за собой. Если вы начнёте умирать, может умереть и годоваленький. Я знаю, люди умирали, и у меня у знакомых, и дети, и в раннем возрасте. Так что, смотрите, всё это спасение по вере, это всё не христианство. Христианство — это плоть, в которой движется кровь. Это есть человек. Поэтому христианин — это тот, в котором вера движется любовью, делами любви. И дела любви надо себе зарубить на носу. Это не обличение, не злословие, не осуждение, не тыканье вечное. Это любовь, это теплота. Бог нам подаёт всё потребное для жизни и веселья, и благочестия каждый день. Мы этого просто не ценим и не понимаем. Это очень печально. Поняв это, всё изменится. Изменится в каждом из вас. Ой, сердце исполняется, изливается. И наполняется Духом Святым и Любовью. Давайте поблагодарим Господа, и на этом будем заканчивать. Господь мой Бог наш, Создатель и Творец, Любвеобильный и Промыслитель, Отец наш, Слава тебе, Боже наш, Слава тебе! Иисус Христос, Господь мой Бог наш, Братик Солнышко, Слава тебе! Спасибо за всё, Господи! Спасибо тебе за всё! Ты Бог наш, И тебе единому воздаём Всю славу, честь и похвалу, Теперь и уже всегда, И во веки веков. Аминь. Спасибо тебе за всё! Благодарю тебе, Господи, За всех моих братьев и сестёр. Спасибо тебе за всех! Твои благословения Пребудут всегда на нас, Всех алчащих и жаждущих Тебя В чистых сердцах. Слава тебе, Боже наш, Слава тебе! Да будем все едины, Как ты едины. Слава тебе, Боже наш, Слава тебе! Христос, любовь посреди нас. Я уже выпалился, Наговорился, Уже всё. Кому понравился ролик, Ставим палец вверх, Кому не понравился, Всё равно ставим палец вверх. Делитесь роликом, С кем считаете нужным. Все мои адреса канальчиков На ютубе наверху, Контакты для связи внизу, Полезные ссылочки всегда справа. Всех нежно целую, Крепко обнимаю. Пока-пока, До встречи в следующем ролике.